Спартак из башкирского города Туймазы в этом сезоне пока серая лошадка. Только с этого года клуб вошел в четвертую группу второго дивизиона ФНЛ. В кубковом матче против Волги хозяева сделали ставку на мощное начало, пошли вперед большими силами и создали несколько опасных моментов. Ульяновцы, в свою очередь, активизировались ближе к середине тайма и огрызнулись опасными атаками. В целом, игра до перерыва прошла на встречных курсах, но размочить счет в первой 45-ти минутке командам не удалось. Игра кубкова получилась. То, что мы предполагали при своих зрителях, соперник старался, сопротивлялся. Хотя у нас достаточно было моментов, где надо было забивать второй, третий и спокойно завершать игру. Первый гол в матче случился на 47-й минуте, когда мяч после удара Ильи Максименкова срикошетил от перекладины в газон за линией ворот. Восстановить паритет красно-белые сумели через 15 минут. Журавлев первым оказался на мяче, отраженным Семеном Морозовым. Сколько моментов было. И самое интересное, что выход в один мы не забиваем. И, соответственно, тут же нас соперник наказывает. Мы получаем, можно сказать, сами себя наказали. Красное и уже остаемся десятером. Ну, ребята молодцы, не могу никого упрекнуть. Определить победителя в основное время командам не удалось. Все решила серия после матчевых пенальти, в которой спортивная удача встала на сторону Волги. Первый удар хозяев пришелся в перекладину, второй в мастерске отразил Семен Морозов. Волжане же удивили соперника стопроцентной реализацией с точки. Впереди у желто-черных 1-64 финала. В домашнем матче 11 или 12 августа подопечные Рената Аитова сыграют против футбольного клуба «Саранск».